Всем привет, друзья, это Мификал Подкаст, с вами сегодня Рустам Хакимов, обворожительный, неподражаемый человечек, который ждет ваши лайки. Алексей Стрельцов сегодня в кадре, этому можно похлопаться и в честь этого подписаться на канал, если вы еще до сих пор этого не сделали. И я, меня зовут Айдар Нагуманов, давайте ближе к делу. Сегодня у нас рубрика малоизвестная, но очень интересная. Слышали вы ли что-нибудь о Уильяме Сайдисе? Вообще впервые слышу. А англичан какой-то? Американец, с еврейскими корнями. В общем, если кратко, это самый умный человек в истории человечества. А как это подтвердилось вообще? По IQ его. Его IQ, предположительно, был от 250 до 300. Чтобы вам было с чем сравнить, у обычного человека он в районе 100. А у Эйнштейна сколько? Я специально, кстати, подготовил небольшой списочек перед тем, как мы начнем. Самые умные люди по IQ. Уильям Сайдис 250 плюс. Иоганн Гёте, самый близкий к нему, 210. Гарри Каспаров, шахматист, 190. Леонардо да Винчи и Галилео Галилей 180. Моцарт, кстати, 165. Альберт Эйнштейн 160. И сейчас неожиданно 160 тоже у Дольфа Лунгрена. Я думал, Вассерман скажешь. Вассерман, кстати, я не нашел. Дольф Лунгрен, серьезно? Он умный чувак? Да, он оказывается умный чувак. У него степень по химии. У тебя вопрос, наверное, как они определили тест на IQ у Моцарта, например. Моцарта, Галилео. Да, это все, естественно, приблизительные оценки. Но там, я так понимаю, есть какая-то примерно условная шкала по навыкам, по развитию в детстве еще и так далее. А вообще же тест на IQ уже совершенствовался с периодом? Он совершенствовался. И надо уточнить, что он до сих пор не совсем корректный. Потому что он не рассчитан на некоторые вещи. Что человек, например, помните, мы обсуждали в каком-то выпуске. Даня, по-моему, его вел. Он рассказывал, что приехали ребята, которые сделали IQ-тест в Африку. И там было племя, которое не умело рисовать. И вот они вообще ноль набрали. Поэтому этот тест не совсем корректный. Но, тем не менее, основной интеллектуальный потенциал он показывает. Я еще, насколько знаю, он же придумал где-то там... Когда он придумал? В 20 веке же придумал IQ-тест. И я слышал, что сейчас он тоже не совсем актуален. Потому что на момент, когда он был придуман, тогда считалось, что средний интеллект человека сотка. То сейчас средний человек уже выше сотки. Просто потому что уровень образования и так далее, все это подросло с тех времен. Ну, на самом деле, если уж прям совсем копаться, то уровень образования вообще не влияет на интеллектуальную способность. То есть ты можешь ничего не знать, но быть умным в том плане, что ты можешь быстро понимать IQ-тест. Как раз-таки показывать, насколько быстро ты умеешь понимать, усваивать новую информацию, применять ее и так далее. Вот о самом умном человеке сегодня и пойдет речь. Поехали. Итак, Уильям Джеймс Сайдис. Родился он 1 апреля 1898 года в Нью-Йорке. Он вырос в семье евреев-иммигрантов, которые эмигрировали из города Бердичев, который в тот момент был в составе Российской империи. Немножко расскажу про его родителей, потому что это очень важно, чтобы вы понимали, в какой семье он рос. Он был, кстати, назван в честь своего крестного Уильяма Джеймса. Это американский философ, который очень хорошо дружил с его отцом. Отца его звали Борис Сайдис. Или Борис. Он при рождении, его прямо при рождении назвали Уильямом? Да. Просто из Российской империи Уильям. Не, он родился, он уже в Нью-Йорке. То есть они уже эмигрировали и родился он в Нью-Йорке. Слушай, мне сейчас такая мысль пришла в голову. Уильям же это может быть Илья. Уилья. Илья Сайдисов. Да, Сайдисов. Ну, что-то в этом роде. Вот. Отец Борис на родине подвигал... Давай еще раз попробуем. Отец Борис на родине подвергался преследованию по политическим мотивам и даже два года провел в тюрьме в одиночном заключении. Надо понимать, что это он не зэк какой-то там преступник. Он все-таки политзаключенный был. В 87-м году он эмигрировал в США и получил там ученую степень доктора медицины в Гарварде. И преподавал там психологию. И являлся, кстати, одним из самых значительных психиатров и психологов США в свое время. Можно вопрос? Мне вот интересно, я просто не знаю этого. Влияет ли как-то наличие судимости уже потом в другой стране? Ну, на тот момент я не знаю, если честно. Мне кажется, по-разному. В каждой стране свои там законодательные эти моменты по этому поводу. Ну, где-то, может быть, не учитывается это. Есть же даже, ну, опять же, вот эти страны, которые не высылают, например. Без экстрадиции ты имеешь в виду? А какие-то есть экстрадиции? Ну, или типа из разряда американцы думают, ну, в России сажают, ну, типа... Хороших людей. Неправильно. Поэтому у нас, типа, хорошо, давайте, да, к нам. Так вот, он, значит, был очень влиятельным психологом и критиковал, кстати, деятельность Зигмунда Фрейда. Вообще, типа, отрицал... В тот момент, кстати, в США прям очень популярна была теория вот этого неосознанного, которую Фрейд придумал. Он ее всячески критиковал. Он другую какую-то вот теорию проповедовал. Проповедовал. Если можно так сказать. Про психологов. Вот. Я не выписал на что. Но вот в частности он занимался гипнотическим трансом. То есть вводил людей в гипноз и тем самым, типа, вот... Ой. Лечил проблемы какие-то. Кстати, тоже критиковал популярные в те годы Евгенику. Выступал против Первой мировой войны. Ну, в общем, вот эта политзаключенность, вот она как бы сказалась на нем. Его взгляды так или иначе остались. Ну, Евгенику еще, по-моему, Гитлер. Да-да-да. То есть в те годы она только зарождалась. Критиковал. Нет, не критиковал, а наоборот. Практиковал. Практиковал. Ну, это же до Первой мировой еще. Да, ну, нет. В те годы Евгенику уже зародилось. Уже зародилось. Конечно, конечно. Гитлер просто ее, так скажем, популяризировал, что ли, в своей стране. И вот возвел, так скажем, до предела ее популярность. Кстати, Борис тоже был полиглотом. И смог привить это качество Уильяму еще в раннем возрасте. Мы еще об этом поговорим. Мама. Сара Сайдис. Окончила медицинский. Сара. Вот здесь прям еврейка. По маме же еврейские корни. Мама. Сара Коннор. Получается, что Терминатор был этим. Не Терминатор, а Джон Коннор был евреем. Самым умным мальчиком. Ладно. Сара, значит, окончила медицинский факультет Бостонского университета, но бросила свою карьеру ради воспитания сына. Родители с самого рождения хотели сделать из своего сына гения, используя собственные методы обучения, за которые их, кстати, очень сильно критиковали. И родственники, и соседи, и потом, ну, впоследствии общественность, потому что он стал достоянием общественности, так скажем. Для воспитания Уильяма они использовали инновационные для того времени методы психологии. Вопрос с образованием они решили, ну, не откладывая долгий ящик, и уже в 2-3 месяца начали активно ему просто тонны информации нагружать, и все вот этот младенческий мозг начал впитывать. И сейчас я вам предлагаю провести параллель между собой или какими-то вашими знакомыми с детства, которых вы знаете, что они умеют к определенному возрасту, и что умел Уильям. Есть хороший фильм, смотрели-не смотрели «Капитан Фантастика». Не смотрел. Там папа хиппи, у него много детей, жена больная. В общем, он жил за городом, типа в лесу. Они добывали пищу сами, вели хозяйство. И они с детства, там вот прям маленькие девчонки, там 4-5 лет, я не знаю сколько, они уже с детства, они читали там юриспруденцию, вообще «Капитал», я не знаю. А у них была литература какая-то? Да, литература была, и отец вот тоже свою методику как бы преподносил им. И фильмы показываются, потом им приходится приехать в город, и насколько вот этот 4-летний ребенок и вот эти 12-летние обалдуи его сестры, просто, ну, уровень. Я подозреваю, что здесь то же самое. То есть очень грамотно, когда еще свежий молодой ум готов воспринимать и запоминать, что очень важно. Многие такие сложные вещи. Ну, мозг ребенка, да, он же как губка, он впитывает вообще все. Главное, грамотно правильно подать. Нейропластичность на самом высоком уровне у детей. Смотрите фильм, шикарный, кстати. Еще раз, как это называется? «Капитан Фантастика». Какого года он? Не знаю, там этот снимается из «Властелина колец», который... Хоббит. Который в итоге этим стал королем. Арагорн? Да, Арагорн. Арагорн снимается-то. Я не могу вспомнить ими актера. Подскажите в комментариях, ребята. Ладно. Так вот. Начали они изучать алфавит, как и во многих семьях на кубиках. То есть были кубики, на которых были буквы. С тем лишь отличием, что Борис, отец, он вводил Уильяма в гипноз и заставлял повторять буквы, которые он видит, чтобы ассоциацию и связь создать таким образом. Образы. Образы, да-да-да, и так далее. Уже в полгода малыш смог произнести первые слова. Это были непривычные мамы и папа. Это были Дор и Мун. Дверь и Луна. Сколько лет, говоришь, было? Шесть месяцев ему было. Подожди, он ребенка в транс вводил? В два месяца. С двух-трех месяцев они начали это делать. Как можно ребенка ввести в транс? Мне кажется, дети вообще в этом возрасте ничего не осознают, не понимают. Ну, я не знаю. Вот такая информация. Насколько я просто знаю, в гипноз в этом, типа, вы идете по лестнице вниз. Да, хоть что-то ты должен понимать. Нет, ну, скорее всего, это не такой был транс, как сказать, невербальный, а именно какими-то там маятниковыми, например, штучками и так далее, и так далее. Это прям надо очень близко, потому что, опять же, насколько я знаю, у детей, у них зрение очень еще в это время, в этом возрасте. Видимо, отец, он же, я говорю, он был новатором и очень значимым психологом. Он это умел, он знал эти методы. Нет, кстати, может, кто-то разбирается из людей, которые нас смотрят в гипнотерапии. Реально ли вообще в гипноз погрузить вообще вот младенца? Очень интересно знать. Да, делитесь комментариями. Дальше. В восемь месяцев он уже не только самостоятельно ел из ложки, но и распознавал все буквы на кубиках. В полтора года читал вслух газету. По слогам кое-как, но в полтора года умел читать. Новости Нью-Йорка. Нью-Йорк Таймс. Так и есть. А вместо привычного развития моторики на игрушках набирал текст на печатной машинке. То есть он видел буквы, он набирал текст, он знал, какие слова нужны. В пять лет малыш изучил латынь, иврит, греческий, русский, французский и немецкие языки. Человеку пять лет. Чуть позже, по-моему, через год или через два, он создает собственный язык на основе уже имеющихся. И свободно на нем говорит. Ты можешь на этом заканчивать выпуск, мы в шоке вообще. Ладно, я погнал. Вспомните, что вы делали в пять лет. Я вообще не помню себя в пять лет. Землю ел. Я не знаю, ну в смысле, вот это же реально какой-то общий нонс. Факт того, что, оказывается, можно, да? То есть есть же люди, которые говорят, типа, на самом деле английский выучить легче взрослому человеку. Мол, дети хуже воспринимают. Фиг там. Нет, тут есть, знаешь, даже такая методика обучения детей иностранным языкам, когда с ним разговаривают просто на этом языке в детстве. Каждый, ну там, понедельник, среда, пятница ты разговариваешь на русском, а вторник, четверг, суббота на английском, например. И ребенок в итоге вырастает билинговым. То есть он и тот, и тот язык как родной знает. Как ты сказал, билингв? Да, билингв. Есть такое понятие? А я, кстати, так татарский освоил. Скорее всего, потому что общаюсь с ним татарским. Вполне возможно, билингв как раз. Я так, наоборот, кстати, русский освоил. Да, я до того, как я пошел в ясли, не умел говорить по-русски. Обычно билинговыми вырастают дети иммигрантов. То есть, например, в той же Америке переезжают, там, русские, например. Дома они разговаривают на русском. А среда другая. А в мире вообще на английском. И вот они вырастают билингвами. Едем дальше. В шесть лет фотография Уильяма появилась на первой полосе Нью-Йорк Таймс, потому что мальчик... Он пошел в школу. Да, он пошел в школу и за полгода освоил программу семи лет. Обучение в школе идет семь лет. Он все освоил за полгода. И выпустился. Многие же говорят, что вот такое вот ускоренное обучение очень сильно влияет на психику ребенку. Мы сейчас об этом тоже поговорим, да. В шесть лет, кстати, тоже Уильям полностью разобрался в религии и стал атеистом. А я думал, основал свою секту. Реально он понял... Ну, для себя, в смысле, он все понял. Это все несерьезно, да? Человек, который познал Бога. Так и есть. Семь лет. В шесть. В шесть. В шесть лет. В школе, я так понял, ему что-то это не понравилось. И он такой, я атеист. До своего восьмилетия, если быть точнее, с четырех до восьми лет, он написал четыре научных книги. Одна из них какая-то, что-то посвящена анатомии. Они, причем, ну, я посмотрел, они вообще максимально широкого спектра. Одна вот там про анатомию, вторая про какие-то, если не ошибаюсь, племена в Америке. Третья там вообще что-то про Филиппины. Еще одна про математику. Он, кстати, в будущем, забегая вперед немножко, он напишет учебник по, если не ошибаюсь, геометрии, по математике на греческом языке. Мы, знаешь, в чему вздыхаем после каждой информации в фразочке? С собой сравниваешь? Да, ты думаешь, а что ты сделал для хип-хопа в свои годы вообще? Нет, я просто думаю, а как он про Филиппины, например, написал? Он, типа, ездил на Филиппины или на основе других там, типа... На основе, конечно, на основе. Учебников и так далее. То есть он тоже не встречался никогда там с какими-то племенами, просто он изучал. Я говорю, он постоянно обучался. Его мозг, вот раз он, как сказать, с настолько ранних месяцев, можно сказать, даже не лет, привык поглощать огромное количество информации. И когда ты привыкаешь к такому... Даже я с собой замечал, когда ты уже ограничиваешь себя от информации, тебе уже хочется. У тебя появляется вот этот литературный голод, когда тебе нужно больше и больше информации. Просто он ее черпал из научных источников, а мы с вами там из ТикТока, Ютуба и так далее. Вот вопрос просто в... Мозг, это мышца тоже же, да? Нет. Это просто образно, так говоря. Качать можно. Просто же есть потребность мышц тоже заниматься. Вот когда занимаешь спортом, потом не занимаешься, она хочет. У мозга есть такой рефлекс? У мозга тоже есть, да. Я тебе вот скажу, как человек, который там занимается новостями и постоянно каждый день поглощает тонны информации. В выходные, если у тебя это один выходной, то ты расслабляешься и отдыхаешь. Но это если у тебя второй подряд выходной, тебе уже хочется что-то узнать. Вообще у современного, кстати, человека, я так понимаю, такая болезнь, если ее можешь так назвать. Зависимость. Зависимость, да. В потреблении новостей и в потреблении информации. Мы за день потребляем информации больше, чем люди за всю жизнь нам в средние века потребляли. Когда ребенку было 9 лет, какой класс? Третий, да, по-моему, если в обычной жизни смотреть? Третий, да? Да. Третий, второй класс. Его отец попытался убедить руководство Гарварда, что его сын готов к поступлению в университет. Но там скептически отнеслись к идее, что студентом уважаемого университета станет 9-летний пацан. В итоге отец Уильяма Борис два года ошивался у стен Гарварда, у дверей, постоянно их мучил. И в итоге в 11 лет Уильям становится самым молодым студентом Гарварда. Батя такой, хороший продюсер. Батя его на самом деле, вот, когда я про него читал, у меня прям ассоциативный ряд возник с Моцартом. Потому что... Выпуск про Моцарта. Вообще Леша ответственный за ссылкой. Леш, давай. Ссылка на выпуск про Моцарта. Красавчик. Потому что у Моцарта же тоже отец. Постоянно его занимайся, 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 занимайся. Кот Леопольд у него. Да, кот Леопольд. Ну, тут в этой ситуации это выглядит так, как будто это какой-то личный просто эксперимент Бориса. Да, абсолютно точно. Просто он как будто не ребенок его, а пациент, которого он изучает. Это эксперимент, да. Это можно сказать, что не было никаких предрасположенностей у ребенка? Не было никаких. Какие в два месяца могут быть предрасположенности? Прикол, да? Во сколько Моцарта? В четыре года, да? Там что-то такое было. Играть начал? Да, начал там что-то уже самостоятельно делать. В районе пяти лет он сочинял уже. Да. То есть, ну, там уже можно понять, да, что человек предрасположен на это. И тут он просто дал ему волю, по-моему, да? Моцарту же ему нравилось это. Здесь Уильяму это вообще не нравится. Не, Моцарт балдел, он в кураж входил. Да, вот здесь, то есть, вот здесь как раз разительное отличие. В итоге поступление в Гарвард принесло мальчику славу, которого, естественно, не был готов, потому что 11 лет, надо понимать, что ты можешь быть умным, но морально и психически ты просто не готов общаться даже не то, что с сокурсниками, ты даже со сверстниками не готов общаться, потому что ты все это время в основном сидишь, как сказать, ну, таким книжным червем. Ну, опять же, все равно, мне кажется, не о чем просто пообщаться будет. Да, да, да. Они на разных и эмоционально развитом уровне, и тем более на психическом, ой, на интеллектуальном. То есть, он выше их интеллектуально, а они выше его морально. Вот. Эмоционально. Да. В итоге, короче, это все привело к тому, что в 1910 году, в возрасте 12 лет, у него случается первый нервный срыв. Его отправляют в санаторий, и без того замкнутый мальчик оттуда возвращается через год совсем подавленным. А деться у него, ну, психиатр. Да, между прочим. А депрессия? Ну, и мама у него там, она закончила медицинский в Бостоне. То есть, она тоже как бы плюс-минус в психологии понимала. Вот. У него двое родителей, которые должны знать, как вытащить ребенка из этого всего. Они же его и загнали. Они туда его и загнали, да. В итоге, вся вот эта история Уильяма, она, естественно, все это время пестрит на первых полосах газет, потому что такой вундеркинд, там, в 4 года, в 5 лет, ну, вы сами все слышали, это абсолютный нонсенс. И участники дискуссии тут разделяются на два лагеря. Одни считали, что выдающийся ум достался Сайдесу от природы, и просто так совпало, что, ну, хорошее было обучение его. Другие, что это заслуга отца, как раз-таки, чьи инновационные методы воспитания с раннего возраста приучили мальчика энергично думать. Сотни газет, опубликованных между 10 и 12 годами, на примере Сайдеса доказывали, что все вот эти государственные бесплатные школы, что это все ересь, чепуха, и вообще отдавать туда ребенка бесполезная трата времени. Надо заниматься домашним образованием, по примеру, Сайдеса. Из-за этого как раз-таки эмоциональный человек не развивается. Да, и контраргументом как раз-таки было то, что, камон, ну, нужно общение человеку. Человек это все-таки социальное существо, и вне общества он не растет эмоционально и психологически. Причем многие даже боялись, что, на примере вот Бориса, другие семьи начнут тоже так же делать, и мы вырастим целое поколение вот таких вот эмоционально покалеченных людей. Ты знаешь, это как будто какой-то приобретенный аутизм, как будто. Ну ладно, немножко забегая вперед, некоторые в некрологах уже будучи, даже не в некрологах, а, по-моему, там уже спустя много лет после того, как он умер, поднялась вот эта тема, что, возможно, у него с детства был аутизм. Не, вот мне кажется, что, может, у него с детства не было аутизма, но как будто, вообще, с аутизмом же рождаются, это не такая неприобретаемая болезнь. Ее нельзя, по-моему, заболеть. Генетически, насколько я знаю. И, мне кажется, это в каком-то смысле такой, ну, именно психический тоже аутизм у него мог развиться. Закрылся, закрылся просто, да, типа он от всех. Ну, возможно, возможно. Тут как бы сложно что-то говорить, что у него врожденное, что приобретенное, когда... А фотографии есть же его? Да, есть, вот появились и в раннем детстве, и уже более. А общественные, они отличаются внешне? Нет. Как-то, наверное, с синдромом Дауна путаешь. С синдромом Дауна путаешь, да. Это другие. В начале 1910 года, уже после того, как он вышел из санатория, когда он полечился, знания Сайдиса, высшие математики были настолько глубокими, что его приглашали читать лекции по четырехмерному пространству в Гарвардском математическом клубе. Ему 12 лет. Он читает лекции по четырехмерному пространству. Мне кажется, Шелдона Купера на основе вот этого ребенка придумали. Из-за теории большого взрыва? Из-за теории большого взрыва, да. Ну, Шелдон все-таки более такой открытый, что ли. Ну, по крайней мере, прочитая его биографию, Шелдон более открытый. Эмоционально как-то развит все-таки был. С чувством юмора. Но у него друзья же потом все-таки появились, типа. Да. А у этого, я так понимаю, до сих пор никого нет. Нет, он все это время один, почти всю жизнь. 12 лет, пацану. Он преподает лекции в Гарварде. По-моему, это уже можно говорить до сих пор. Ну вот. Профессора пророчили с Айдесу грандиозную карьеру ученого математики. Предрекали его лидерство в этой области. Гарвард он в итоге закончил. В 16 лет. После окончания университета остался там преподавать. Ну, собственно, как будто все хорошо, да. Но студентов не привлекал его курс, который он читал. Они к нему больше приходили, как сказать, ну, если уж совсем грубо, как в зоопарк. Потому что он был младше всех своих студентов. Ему 16. А к нему приходили там от 17 до 40 лет. И их не интересовало то, что он там рассказывает про знания свои. Ему их там уинтересовало, там, оцеловался ли он. А как у него вообще личная жизнь и так далее, и так далее, и так далее. Ему, естественно, это не нравилось, потому что, ну, для него в первую очередь были знания. Плюс, кстати, да, его постоянно преследовали журналисты. Которые вот любые подробности смаковали. Ему это очень не нравилось. Его бесили. Вообще он ненавидел журналистов. Он уже впоследствии, будучи взрослым, пытался их избегать. Вот. В итоге студенты... Дело даже дошло до того. Я, правда, не понимаю причины. Студенты начали угрожать ему физической расправой. Я не знаю зачем. Зависть. Может быть, из зависти. Может быть, просто как буллинг такой был. Такого рода. Мне кажется, не зависть, а непонимание просто этого человека. Что вот как ты в 16 лет такой, вот такой. Это странно. Это просто странно. Если такого человека встретить, это очень странно, мне кажется. Родители, чтобы его защитить, нашли сыну должность помощника преподавателя математики в другом университете, уже в Техасе. Уильям приступил к своей работе в декабре 15-го года в 17-летнем возрасте. Напомню, в Техасе. Он вел курс... Кстати, проси, что перебью. Шелдон тоже из Техаса. Будем бы такие параллели проводить, да? Окей. Он, значит, вел курс евклидовой геометрии, неевклидовой геометрии и тригонометрии. Но не прошло и года, как разочарованный своей работой и плохим отношением к нему студентов, Уильям вернулся обратно в Новую Англию. Новая Англия – это несколько штатов в Америке, которые, условно, так называются, которые... Иммигранты... Да. Ну, в общем, это были первые штаты, куда приплыли иммигранты. Британские. Да. В сентябре 16-го года Сайдис поступил в гарвардскую школу права. Он на юриспруденцию хотел глубоко изучить, но тоже не окончил и прервал обучение на последнем году, в марте 19-го года. И пошел в среднюю школу номер 25. Обратно. Обратно. Под Саратовым. Да-да-да. Сайдис был очень социально-пассивным человеком. К тому моменту уже совсем социально-пассивным, потому что его все достали. Он даже в одном из... В общем, как-то раз у него брали интервью, куча журналистов, и он им всем крикнул, что типа, я ненавижу вас всех, я ненавижу общество, дайте мне жить спокойно одному. Мне кажется, как ведущий к реке вам просто. Я этот мир уже познал давным-давно. Я уже лет пять. Триллиарды и триллиардов, миллиардов лет. Вы суетитесь что-то, суетитесь. Да. Теперь о том, о чем у него расспрашивали его студенты. В юном возрасте он решил отказаться от секса и посвятить жизнь интеллектуальному развитию. Точно не Вастерманом еще следуем? Кстати, Вастерман же тоже что-то где-то говорил, да, что он отказался от секса? Он девственник, да. А, прям даже девственник. Он не то, что отказался, он и не познал это счастье. Подожди, у него же, по-моему, дети есть. Нет. Может, усыновленные? Нет, нет, детей у него нет. Он же заявлял, что этот... Я из него умный кричи, только это и запомнил. И строго следуешь. Вот ты как студент вот этого Уильяма. Ты единственную фигню запомнил про Вастерманом, это что он девственник. Мне интересно, Вастерман целовался? Ладно. Взрослую жизнь он работал простым бухгалтером, носил традиционную сельскую одежду и увольнялся с любой работы, если коллеги замечали, что он гениальный человек. То есть он вообще сторонился всего вот этого. В девятнадцатом году, вскоре после того, как Сайди составил юридический факультет, он... Да? Прости, перебью опять же. А вопрос, все? Отец из жизни пропал? Сейчас я вот как раз про него и буду говорить. Ты прям вообще на десять секунд опережаешь меня. Он оставляет юридический факультет и его арестовывают за участие в первомайской демонстрации в Бостоне. Приговаривают к 18 годам, месяцам заключения. Естественно, это все широко очень освещается в прессе. Его находит отец. Договаривается с прокурором заменить заключение на домашний арест. На условии, что его отправляют в... Как это называется-то правильно? Ну, в санаторий, будем говорить. Для лечения, так скажем. У нас в России, знаешь, как было бы... А можно 18 месяцев заключения заменить на выпарю? Выпарю. Отец, потому что пришел договариваться, да. В итоге, да, прокурор идет на такую, так скажем, сделку. И его ссылают в санаторий в Нью-Гемпшире на год. А на следующий год захотели забрать с собой в Калифорнию родители. Они стали настаивать на том, чтобы он изменился, а иначе угрожали отправить сына в сумасшедший дом. Подожди, кто заставлял? Отец заставлял измениться? То есть, он сам его сделал таким, а потом такой... Ты создаешь проблемы, братанчик. Да, но они хотели, чтобы он был более социально активным. И плюс поменял свои политические взгляды. Хотя это странно. Его отец тоже по политическим взгляду сидел в тюрьме. Тут он на опыте ему и говорит, братанчик, не надо. Оно того не стоит, да. В итоге с родителями он не общался после того, как вышел из этого санатория. И более того, у Уильяма развилось что-то вроде такой хронической обиды на отца. Он обвинял ему как раз таки в том, что отец поломал ему всю жизнь и сделал его таким социопатом. Социопатом, пусть умным, но тем не менее, вообще отделенным от этого общества, в котором он живет. Я думаю, он прав. Он же гений. Сложно спорить. Дело дошло даже до того, что в 27-м году, когда умер его отец, Уильям даже не пришел на его похороны. То есть, он был очень сильно зол и обижен на отца. Стараясь не выделяться из толпы, Уильям колесил по всей Америке и устраивался на работу то клерком, то бухгалтером. То есть, он вообще не отсвечивал, что называется. И, кстати, да. А почему бы ему просто не пойти стать ученым каким-то, да? Исследования какие-то проводить свои, нет? Это тоже под вниманием журналистов. Ты должен публиковаться, чтобы зарабатывать деньги. А если ты публикуешься, ты так или иначе связан с журналистами, а он их терпеть не мог, вообще всей душой ненавидел. И вообще, как бы, ну, он старался... Из него с самого детства сделали публичную личность. У него забрали детство, у него не было вообще ничего личного, так скажем. Все, что он делал, становилось достоянием общественности. И тут он как раз-таки хотел хоть маленькую такую оградку между ним и общественностью поставить. Опять же, у нас есть выпуск, похожая история. Майкл Джексон, покажи. Мы с тобой синхронные. Да, по сути, да, как Майкл Джексон с самого детства, достояние общественности. Заметь, все выпуски твои. Я переживаю за поломанных детей, понимаешь? Странно, что не ты про него рассказываешь, да? Он, кстати, очень тяжело устраивался на работу. Ну, с каждым годом все тяжелее ему становилось устраиваться, потому что он очень легко складывал, вычитал там и так далее, производил какие-то математические операции в голове, на которые у многих уходили многие часы. Но в то время появляются и в широком обиходе калькуляторы, которые просто, ну, в силу его работы делают абсолютно бесценной. Типа там достаточно ты-ты-ты, нажал пару кнопок, готов результат. И все его... Ну, и он не понимает, куда всю его гениальность можно вообще приложить. Так, чтобы, ну, не отсвечивать, как говорится. Вот. В свои 30 лет он знал уже более 40 языков, что... По некоторым данным 200. Нет, я как знал, два. У меня чуть больше 30. Я уже понял, что во. Хватит тебе, да? Хватит. На пике ушел я. Вот. По некоторым данным даже 200 языков знал он. Вот. Но это, типа, не подтверждается. Нет, это нереально. 200. Ну, типа, 40 по официальным и по некоторым данным 200. Не 45, а вот 200. А как будто, блин, для него все реально вообще. Даже 200 языков. Ну, может, он читать умел, например, на этих языках, а говорить, например, нет. Он, наверное, понимал суть, короче, как строится язык, в принципе, не зная 40 языков. Типа ты можешь не знать английский, но примерно понимать, о чем он... Конечно, конечно. Не говорить в смысле, да? Да, да. Вот. Также он работал над альтернативной американской историей, затрагивал области космологии и психологии. И запатентовал бессменный, бесконечный календарь, принимавшего внимание в високосные годы. То есть он продолжает творить. Так или иначе, учеными, ну, как сказать, исследованиями он занимается. Это скорее изобретательство, нет? Ну, изобретательство – это вот календарь. И вот эти исследования по альтернативной истории Америки – это все-таки более, наверное, научные такие труды, чем изобретательские. Альтернативная история Америки звучит, как какая-то саентологическая теория. Да, как что-то теория заговора, да? Кстати, выпуск про саентологов. Да, кстати, тоже неплохой. Все, мы три можем упомянуть, да, Максим? Ссылочки. Ну да, все, под конец уже идем. Больше не надо. Ну, я еще хотел один мой. А, кстати, вот я это не выписал, но просто, как сказать, прикольный факт. Он увлекается коллекционированием трамвайных билетов. Шелдону очень нравились поезда. Серьезно? И даже пишет труд о том, как правильно коллекционировать трамвайные билеты. Его, говорят, читали, ну, его, как сказать, критики, в общем, какие-то современники, и назвали это самым скучным трудом вообще во всем, во всей истории. Типа, это максимально душная штука. Трагическую роль в его жизни сыграла женщина. Все-таки она у него была. Небольшие опыты по общению с окружавшими его людьми, как правило, заканчивались плачевно. Он ни с кем не мог ни найти общий язык, ни поговорить о чем-то. Он был слишком для них умным и слишком замкнутым. Но появляется женщина, которая с удовольствием его слушает. Более того, она сама с ним начинает разговор. Вообще не понимает, о чем он говорит, но увлекается прям им очень сильно. И это очень сильно взаимно. Я вообще бы отдельно сейчас на это обратил внимание. Дорогие девушки, всегда говорите, что любите мужчин, которые умеют слушать вас. Да, это так. Но мужчины тоже любят женщин, которые слушают. Мужчины тоже любят мужчин, которые умеют слушать. Кстати, это называется апиосексуальность, когда человека привлекает умный. Именно интеллект в другом человеке это называется. Вот, кстати, здесь не складывается, потому что он говорит, что до этого не получалось. Вот говорят же, девушки говорят, мы любим мужчин с мозгами, умных мужчин. Но с ними же вот сложно. Надо быть на уровне, как минимум, чтобы какую-то тему, как минимум, дифференциальной геометрии поддержать. Это же непросто. Она вообще не... Ну, как бы она типа да, 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 да. Это все, что, мне кажется, она могла сказать. Типа кивать и все, потому что его... Су будешь. Типа того, да. Но, тем не менее, ему нравится она очень сильно. Он ей очень сильно увлекается. И даже собирается позвать ее на собственный день рождения, который на тот момент он не праздновал лет 10, наверное. То есть он вообще не праздновал день рождения. А тут типа у него появляется девушка, и он хочет ее пригласить, чтобы отпраздновать. На свой день рождения. На свой день рождения, да. Я думал, уже траты пошли. Цветы там, да, конфеты. Лиша говорит, этот самый странный месяц. Февраль, 14 февраля. Потом какого-то фигу. У нее день рождения, 14 февраля. Потом 8 марта. Потом и так далее. Тяжелый месяц, да. Но за некоторое время до, собственно, этой даты она пропадает, вообще исчезает с поля радаров. Как впоследствии оказывается... Ее завербовал ФБР. Практически. Практически. Какой ты, гениальный ты какой. Только не ФБР, а газета «Нью-Йоркер». Она выпытывала его подробности личной жизни. Вот что она слушала внимательно. Она внимательно слушала, не просто так. Все, что она слушала, влегло в основу статьи, которые о нем написали. Как жениться вот после этого, Эйдар? Как нам жениться? Как доверять женщинам. Зачаровала я вас, да? Вы так прям горели, когда узнали, что у него все-таки появилась девушка. Я подумал, что вот она, мудрая женщина. Кстати, чем девушки становятся старше, они пресекают эту тему, что мужчин надо слушать. Действительно так. На своем опыте скажу. Все молодые, они не хотят слушать мужчин. Они хотят говорить. Они хотят, чтобы их услышали, да. А взрослые такие. Такая ловушка, да? Ну, вообще-то да, это ловушка. Но они как бы целенаправленно это делают. В общем, эта статья совсем нелестная о нем. Она его выставляет в очень плохом свете. Его называют неуклюжим бирюком, совершенно неумевшим держать себя в обществе. Высмеивает все, начиная от увлечений, заканчивая даже физическими данными. Ну, кинжал спину прям. Это был нож спину. Он очень сильно расстраивается, оскорбляется до глубины души, подает на газету в суд за вторжение в личную жизнь. Но проигрывает. Потому что, напомню, он достояние общественности. И все его действия, все его поступки, это тоже достояние общественности с ранних лет. В итоге Сайдес умирает от кровоизлияния в мозг в 46 лет, в съемной квартирке, никому не нужной, всеми забытой. И даже некрологи, которые выходят после его смерти, они не сильно вдаются в его причины смерти. Кто-то вообще просто кратко биография ограничивается. Какие-то выходят с заголовком, что IQ выше 150 убивает человека. Но это мощный заголовок. Да. Вот такой человечек с такой жизнью. Что мы думаем, ты хочешь сказать об этом? Да. Леш, начинай, я сейчас пока сформулирую мысль. У меня есть идеи. Ну, я думаю, что, наверное, все-таки это неправильно так делать, что с детства просто пичкать, пичкать, пичкать. Бача суждаем. Вообще, причем чем угодно, хоть музыкой, хоть вот, ну... Информацией. Эти попытки сделать человека гением, только все усугубляют, как мне кажется. Должно постепенно развиваться. Частая проблема родителя, они же делают, дают ребенку то, что сами не успели. То есть воплощают свои идеи. Вот это как раз-таки ошибочно. Они должны следить, что ребенку в первую очередь нравится. Потому что есть также куча примеров, когда есть такие родители, известных людей. Вот могу привести, например, Леонардо Ди Каприо, где его мама, ну, прям с детства занималась его продюсированием, но она понимала, что он тянется к актерскому искусству. И вот этот эффект сработал. Он же не поломанный человек. Она дала ему развить то, что ему нравится. Да, да, да. Так что здесь вот тот случай, когда как будто бы, ну, вот этот Борис, он просто реализовывал свои какие-то внутренние хотелки. Сто процентов. И не спрашивал вообще. Он психолог по образованию, психолог по призванию. И он сделал эсцидный эксперимент просто, да. У меня, знаете, какой вопрос к вам? Правильно ли, что человек с ранних лет может стать достоянием общественности? Это точно нет. Это, ну, вот Вандеркинд. Надо ли о них говорить? А примеры еще достояния общественности вот других людей? Кто еще вот есть? К Моцарту, по сути, тоже было достоянием общественности с ранних лет. Нет, в современном, давай 20-й. Тоджер Майкл Джексон. Достояние общественности? Ну, так он же с самого детства. У него же тоже не было детства, по сути. Я вообще не понимаю, что такое достояние общественности. Ну, в том смысле, что у человека нет личной жизни, и все, что он делает, это публичная штука. А так это подписывается у нотариуса? Нет, конечно, нет, конечно. Мне кажется, когда просто законодательство о защите прав детей было намного менее развито, чем сейчас. Сейчас, например, так вряд ли получится, мне кажется. Сейчас, если ребенка начнешь так, то там и опека, и все дела придут. Бедный Гном Гномыч, вот, например. Гном Гномыч, мне кажется, из него не делают гений. Из него просто сделали бренд. Но какого-то там гения и так далее, мне кажется, из него не делают. Да гоня, суть-то в том, что именно у него тоже нет личной жизни. У него инстаграм, который за него ведут родители, и он, бедняга, шагу не может ступить, чтобы это не узнали все остальные люди, все подписчики. Мне кажется, ты утрируешь. Они там, мне кажется, часик-полтора-два в день на него тратят, именно на инстаграм, там, подсняли с ним что-то там и так далее. А потом дальше он занимается своими детскими делами. А тот же Джексон, например. Ну, Джексон, стоп. Я говорю, я не понял формулировку достояния общественного. Это не юридическая какая-то история. Не-не-не-не-не, я к тому, что у тебя нет личной жизни, и за тобой постоянно следят журналисты, и ты никак не можешь от них отвязаться. Ну, подожди, как будто юридическая сила это тоже метод, ну, он же суд проиграл. Да. А почему? Да, ты сказал то, что потому что достояние общественности. То есть есть какое-то вот, типа... Мне кажется, достояние общественности может быть только после смерти. Человека во время жизни беспокоить. Не трогайте, да? Ну, конечно, но всему должны быть какие-то пределы. Окей, есть еще что сказать? Спасибо за выпуск. Спасибо за выпуск. Спасибо за то, что у тебя такие бицухи стали. Обратите внимание. Бицухи? Вы бы видели. Камера не передает. Закрываем тему, ребят. Всем спасибо. Надеюсь, вам выпуск был интересный. Если вы досмотрели до этого момента, значит, точно должен появиться лайк от вас, ребят. Всем хорошей недели. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok